Привет, мам. Привет, Зачек. Типа пришла, я побила. Жарю тебе. А ты вот так делаешь, да? Водички наливаешь? Ага. Маслица, водичка, посолила и паприка. Подождешь, трошки покушаешь. Не, я пойду, мам, нема когда. Ну, ты где придешь сегодня? Я тебе свеженькие яйца сварю. Спасибо. Это зубатка, да? Да, это зубатка. Она водянистая, страшная. А зачем ты ее берешь? Что она вкусная? Вона, Зачек, хорошая из нее ухо. А это я хочу запекти. Запекти? Да, с овощами. В духовке? Да. А как ты включишь духовку? Если ты не видишь, да. Плохо, сынок. Ну, а как ты включишь? Да, включу, буду придавляться, очки возьму, приседать буду. Цифры пишут или нет? Ну, я тебе 280 поставлю. Да, чтобы я не трогал. Ты их не убирай. Ты просто вот сюда включишь, и она пойдет работать. А потом выключишь. Поняла. На ноль. Да, да, я понял. Поняла? Поняла. Выключаю, свет кончаю, горит. Да, вот. Ноль будет, видишь? Ноль, бачу. Вот. Вот это раз надо будет повернуть, и все, и больше ничего. Поняла? Хай у тебя все время стоит на 180. Да, добро. А тут выключи. Ну, все, сейчас я выключу, да. Вытянешь все вот эти противни, вот. И только повернешь раз, справа. Справа, да. Справа, да. Да. Справа. По часовой стрелке раз, а потом против, когда выключишь. Передавала тебе, как ты там был за границей. Браслет, вот, цветочками. Я, Коля, и ты. Мы были на этом рынке. Подожди секунду. Одну цветочку он мне убрал, ходил в магазин, узнал, что это золотое. Тихо, говорю, подожди. А это что, я вспомнила, у меня его нет. Я не Юре его отдала. Чужому бы я не могла отдать. И вот, что снял той мужчина один цветочок. Наша такая, какая-то темноватая. То золото, хорошее итальянское золото. Ты отдала, по-моему, или Карине, или Дианима. Да? По-моему. Не помнишь? Не помню, я что тебе хочу спитать. По-моему, Карине Лидия не отдала. Ну, я знаю, что чужому же я не дам золото. В Башкири я ездила, я привезла. Это еще коли? А это все вспомнила за него. Думаю, и это колечко, что отдала, что сняли. Мужчина ж брав и ходил в магазин, помнишь? И сказал, что золото. А золото понятно. А Айдика я была, показывала его. Вон каже, понес до своего, это, мол, не золото. Там же не пишут 585-я проба, да? Там свои иероглифы. Там по-другому. И сказал, что да. Что Айдик, каже, сказал мастер, что это не золото. А я сюда приехала, убедились. Золото никому я не дарила, кроме своих. Все пишут, что ты брешь, что ты сколько прокладок меняешь. Так, а я хочу. Что я брешь? Вот ты опять купила, я вижу, или что? Да, да. А что, ты закончила еще? Нужно 2-3 прокладки в день. Значит, она их пустыми выбрасывает. Они думают, что пусти. Вот так подниму тяжелый. Там столько. Если я буду ходить, оно будет сюда на пол. Если я буду так, как вы скажете. Что вы мелете? Брешет. А что я этого имею? Я же от этого имею. Я же от этого имею. Я одной скажу, прийди, будешь сама менять. Будешь чавкать руками, побачишь, посчитаешь, сколько прокладок. Сегодня выкинуло 15 штук. Сегодня еще не прошли сутки, еще 6 штук. Вот хоть считай, в сроки зроби. Чтоб це я брехало. Что я от этого имею? Лучше вообще ничего вам не сказать. Вы все равно не верите, перекручуйте. Не дай Бог вам такого. Ну вы не знаете, что с вами будет. Мама римская. Два пальца. Ты два пальца подняла? А сама в зеркало дивится, стоит. Не, я не то, что ноги ровняются. Если болит, я скажу, что болит. Если нет, скажу, что нет. Вот так и все. А нога поднимается? Поднимается. Все поднимается. Вот до стольких сгинается. По ступеньках ходю, как ты сказал. Вот так вот. Одну ногу дальше. Тоді ту приставляю. Колено все время сгинается. Сгинается. Ну вот это у меня болит и ночами. Покая нема. А вы мне рассказываете. Что вы мне рассказываете? Яйце, курицу лучше. На что вы мне надо? Все лучше знают. Вчера я надел контактные линзы, показываю, что они плавают по глазу. Шиворот на выворот одел. А то я не пробовал. И сыворот на выворот. И выворот на сыворот. А сегодня я надел уже... Вот обычное дело, они не ползают. Обычное. Обычное держатся. Такого немало. Мы все брешем. На что вы дивитесь, если мы брешем? Включайте другого, кто вам правду каже. Обсирайте его. Это я даю 100%. Что вы всех обсираете. Бесцветное поставил линзы. Вот они не ездят. На какую-нибудь ненормальную маму. Ай, такая хорошая. А я погадаю. А не специально так делают. Мои твои дети и все живи. Слава Богу. Ты плохо выглядишь. Ты плохо выглядишь. Той моложе тебя. А, конечно. Они хотят, чтобы я в 42 года выглядел на 20. На 20. Где вы так и видели? В 42 года поставил мужика любого, вытянул из машины и гляньте на что ли... Так как бабку 75 и мне рядом поставил. Я пота стояла, что гроши... Правильно. У нас с мамой семейная. У нас есть зеркала. Мы видим, что нам 20, маме 50. И вся кухня в зеркалах. Мне 20, маме 50. Да. Правильно? У нас свои зеркала. На 30 год. На 30 год разница. Мне 50, собелки 20. У нас на 30 есть разница. Ой, какие люди. А, хотят, чтобы в 42 выглядели как в 16. Ага. А что это за обувь? Я не пойму. Что? Кто сюда обувью вставал? Ой, это надо вытерти. А кто вставал туда? А никто не вставал. А как там следы взялись? Поставила, сняла. Пока второй след. Снимать, поставила. Так там и вторый след рядом. Мам, что-то горит. Надо сковородку тебе принести. Надо сковородку тебе принести. Да, да, зайчик. Купить сковородку. Попытай. Чем надо, попытай. Какой сахар сегодня? У меня сегодня 8,3 или 8,2. Чего? Утром. Ну, трошки выше. То было сегодня 9, а это трошки выше. Вон опять купила. Да, да. 12 штук. Я всегда прошу больше давайте. Кажет, что нет. На 4 капли 20 штук. На 4 они сбили. А вот тебе что с Америки женщина высылала? А подивай, еще 4 упаковки. Тих так я все время купляю. Сама еще купляю. Так а зачем ты не используешь одни, а потом? Какая разница? Они одинаковые. Что Америка, что наши, где на 20 капель одинаковые. То есть они 20 штук на 3 капель. Одинаковые, если так. Я наверное пожарю. Не буду ли я варить ничего. В духовке запекать не хочешь, да? Не хочу. А на сковородочку яйцо и макни. Да, и все. И пойдет. И пойдет. Он яйцо. Яйцо макни. Все. Я не доил, бачишь он. А тебе свеженькую. А. А это то, что я не доил? Да. Это ты будешь есть? Поехать. Не, я не буду. Если хочешь. А ну давай, дим его. Поехать, ешь. Там у вас ходит. А ты себе он поедешь. А какая разница света. Может ты себе хотела? Не, 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 не. Соби хотела? Не. На, тогда здесь и сама. Ладно. Не, 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 не. Ешь, ешь, ешь. Не, не, не. Ешь, я пойду. Я пойду, я пойду, и не хочу. Чуть, чуть, чуть. Съедай сама. Я домой еду, не надо. Успокойся. Самвелка, ты съешь. Не надо. Я сейчас пойду. Ничего страшного. Вчера все то. Входи в упаковку привезли. По 3,29. Такие были. Возкрыли яйца. А в коробках дороже, по 4,5. Дивись, выключи газ. Не, это самое. Я сейчас еду. Давай, все. Не накрыли. Ну, хорошо, да? Удачи. Выпишем вам. Спасибо. Приходь, покушай. Хорошо. Я не забываю, что чай нужно. Почти же, чтобы. Спасибо. Закрывай дверь. Миниатюра яйца. Спасибо, ребята, кто поддерживает. Я там поставил цель. Поставил цель. Не знаю, 90 тысяч. Много-немного. Ну, что соберу. Потому что я 52 потратил. И плюс еще надо покупать лекарства. Может, еще турникетов докуплю, если будет больше. В общем, пока это самые женщины, те, что вот руководство магазина, где шубу покупали, значит, тоже лекарства купили. Надо заехать забрать. На 2 тысячи, там, противовирусные взяли. Тоже молодцы. Так держали. Вот кто я им? Никто. 2 тысячи купили лекарства. Зрительница купила на 6 тысяч вот этих окклюзивные повязки. Ой, ну, знаете, вы знаете, как тепло. Вот отопление дали, а все равно, вы знаете, тепло на улице. Тепло, и все, и никаких проблем. Мой зайчик, ховальчик, мальчик мой. Красивый. Надо уже колеса менять на него. На зимнее. Я въехал в этот забор на Игрине, не втесався в переулок, погнув вот это, видите, трошки согнулось. Вот это надо поменять все. Поехать в кузовный центр. Видите, оно должно ровненько быть. И поменять в кузовном центре все это. Заказать оно придет, там ребята поменяют. И будет хорошенькая машина. Тут не закрасили, когда там кое-что меняли, вот тут позакрашивали. Вот это, конечно, не поменялось, потому что это от проволоки раздертая, когда кот закрылся. Вот это зашпаклевали, вот это зашпаклевали, делали идеально. А вот здесь вот это, когда проволоку ссовывали, порвали резинку. И вот одно место вот здесь вот, они говорят, нам надо полностью красить, иначе не могут так чуть-чуть заделать, как-то так объяснили. Так что, ребята, насколько я выгляжу, ребята, настолько выгляжу. Я не собираюсь в модельное агентство идти и на обложку этого, фотографироваться какого-то журнала. Знаете, где идеальная молодежь. Ясный хрен, что мне не 10 лет. Не хотите, чтобы я в 20 лет выглядел как 10, то есть в 40 выглядел как в 20. Знаете, и так вот, нет, чтобы сказать, молодец, сбросил лишний вес, там все равно это лучше. Лучше сбросить шоу, лучше, как Надька была жирна. А то, ой, кожа на ней висит. Так кожа висит, она ходит, она бегает, она занимается делом, не сидит на ступчике во дворе. Это то же самое сказать, что Надя похудела, ой, сразу постарела. Ну так да, конечно, кожа висит, и что теперь делать? А лучше вот такой, блядь, туши лазить. Хэкать, блядь, задыхаться, падать, не ходить. Сдохнуть под собственный вес тебя раздавил на кровати. Понимаете, которая умерла, придавила собственным весом. Неужели это лучше? Постарела. Ну, конечно, когда шайба вот такая, все натянутая, им ни морщин, ни хера. Так что, ты молода, значит, это значит жирная, а не молодая. Жирная и такая же самая по возрасту, ничего не меняется. Я как посмотрю свои видео, там в шестилетней давности, пятилетней, там, блядь, ну свинья свиньей. Как я, фу, я сейчас смотрел, там хочу один пирог приготовить. Я немножко рецепт думаю, ну, посмотрю, чтобы я не перепутал. И это, и смотрю, боже мой, думаю, ну это вообще, ну это вообще, как можно, как я себя, ну, блядь, как свинья, понимаете, как свинья. Ну, зачем так себя доводить? Нет смысла. Ну, такое брюхо, хэч ухожу, жирная вот эта шея вот тут. Ну, пусть у меня лучше кожа вот тут собирается, блядь. А я лучше тут складки будут на коже, она или подтянется, там не похеря, могу, он, як вика боня, блядь, он, сделаю операцию, як вика боня. Да хотя бы там, я не знаю, липосакцию сделать, шею подтянуть и там блеферопластику сделать. Ну, может, когда-то сделаю, не собираюсь, в принципе. В принципе, это я так говорю, на самом деле мне плевать. Мне важно, что, знаете, сейчас, я сейчас, когда прихожу к Сайгаку, или к Сайгаку, как правильно сказать, к Сайгаку, так я на 14 этаж специально иду пешком. Я себя проверю. Я иду без остановки, и я выхожу на 14 этаж, у меня даже нет ни грамма. То, когда было, я поднимался на 5, понимаете, на 5 поднимался и хекал, а на 14 я вздыхал лес, когда не было света. А сейчас я специально иду пешком на 14 этаж. И что вы мне будете рассказывать, что, ой, похудел, тебе больше худеть не надо, не рассказывайте. Я знаю свой вес и рост. Я был 62-63 килограмма в нормальном месте. 66-67 килограмм, самое то. Сейчас у меня 73 вот с утра. А было 86. 86-86, половина, 87. Так жрал. Иксинья. Это вода ушла. Ну, хай вода, 13 килограмм, 13 литров воды, блядь, сошло. Жира не грамма, вода ушла, она и прекрасна. Воды там литра 2-3 выходит, все. Дальше пошел жир. Прям. Вроде я был 150 килограмм, что 10 литров воды вышла. Про хвесурши. Про хвесурши. Все знаете, все знаете. Спасибо, там кто-то уже 32 тысячи прислали. На пейпале там 200 с чем-то долларов. Я все покажу, все расскажу, не бойтесь. Боятся, те, кто ни копейки не дал, боятся. Что-то написала, женщина знала волонтеров, которые побирались и походили на жизнь, просили копейку. А потом, как стала заниматься волонтерством, через сколько-то это, купила машины, квартиры. На меня тоже гавкали, что я машину купил за донаты, бля, засыл. А я своих, бля, денег вот так потратил. Я лучше знаю, что те, кто гавкает. Ну, а не без этого, что есть люди, которые на этом нагревают руки. Ну, что ты сделаешь? Только потому, что кто-то что-то украл. Сказать, болеют наши ребята, хай болеют. До часа одна мне встретилась в Тик-Токе, грамотейка Захидной Украины, Заходу Украины. Мне встретилось видео, где студенты в Львове защищают русскую мову. И говорят, что Фарион вот на украинской мове выступают студенты во Львове, защищают русский язык. Типа, с плакатами вышли. Мне дорогая, не русский язык защищают. Ты, грамотейка, в тюбетейке. Я ей там тоже написал. Не притворяюсь, что ты не понимаешь. Они защищают тех, кто воюет, в том числе, на русском языке. И чтобы такие, как Фарион, закрыли свой вонючий, гнилой рот. КГБСКО вот это. Чтобы закрыла свой вонючий рот. Давно пора уголовное дело завести. Вот она именно и разводит вот это говно. И на нее, потом, смотря на нее, думают, что все украиномовни вот такие, как Фарион. Что считают русскоязычных за говно. Именно русскоязычных солдат она считает за говно. Она сказала, что это, блядь, какие-то эти, их на танки в Россию хай едут. Это нормально. В стране, когда идет война, человек, который ассоциируется с украиномовным населением, Фарион, позволяет себе такие высказывания. Так вот и студенты вышли и сказали, вон Фарион. Причем тут русский язык защищают? Защищают Конституцию. И защищают тех, кто защищает страну нашу в первую очередь. Разгавкались, блядь, с тем языком. Другой проблемы не мало. Хоть на французский переходите. А то они теперь не понимают, что студенты захищают вышли русский язык. Бо завтра Путин, блядь, припрется и скажет, блядь, во, ущемляют русский язык, блядь. Из-за таких, как Фарион, на руку врагу работающих. Вона борется за украинский язык. Борис, блядь, на передке за него. Они гавкают, там, с фортецих лиф, блядь. Разворовались, суки, гуманитарку. И гавкаете там еще. В Закарпатте он, блядь, видео, не знаю, правда-неправда. Кто знает, напишите. Шили форму, блядь, для русских спортсменов. Закарпатте, блядь. Патриоты, блядь. Вышиванках-то на мове. Еще и непонятно, на какой мове, блядь. На венгерской, на румынской, пиздите там. И гавкаете. А теперь Фарион выступала. Все, чтоб, каже, відворюкти. Відворюкти від погибших закарпаттской бригады. Уже пиариться на этом. Закарпаттская бригада, чтоб яка погибла. Вы же поняли, от недавно было, что погибли ребята наши. Закарпаття бригада. Что они кажут, чтоб перекрыть оце расследование закарпаттское. Они на меня перекинулись. Так ты гавкала, иди до закарпаттской бригады. Причем тут на тебя. На тебя постоянно. На нее постоянно на Фариону гонят. Потому что она постоянно гавкает на русскоязычных солдат. А этот раз она просто перешла все границы. Поэтому и так поднялась народная волна. Такое вот возмущение. Ну сволочь, понимаете, сволочь. Война нас, сука, блядь, занимается проституцией политической. Теперь она, блядь, бригада. Что бригада погибла, они, чтобы это перекинуть, они на меня, типа. Так закрой рот. Закрой рот, что ты трогаешь ребят, которые воюют, блядь. Еще и защитницы ее там выступают в ТикТоки. Мрази. Украинская мова, блядь. Украинская мова не делает тебя не патриотом. Не вышиванка, не трусы, блядь, вышиванки. Не трезубец выбитый на лбе не делает тебя патриотом. Патриотом людей делают поступки. Они, блядь, одеть вышиванки, перейти на украинскую мову демонстративно. И пиздить гуманитарку или, блядь, наживаться. О, патриоты. А еще больше лицемерие, знаете, когда переходят на видео, вот именно на украинский. Я когда вот на украинский язык перешел, я так, в принципе, и разговаривал в Коломее, когда жил. Потому что я не провокатор и не хочу ходить в украиноязычном регионе, в украиномовном. И ходить провоцировать, зная, как люди это воспринимают. Зачем? Если я могу говорить на украинском, ну ничего. Поломаю, балду себе, поговорю, зачем я буду провоцировать людей. Зачем? Для чего? Чтобы очередное видео кто-то в ТикТок выставил со скандалом. Вот это вот нормальный человек должен так рассуждать. Зачем? Провоцировать, если ты можешь. Если ты не можешь, другое дело. А некоторые, знаете, на видео обу сторис на украинском мове сняли в жизни на русском. И что это за бред, блин? Зачем это делать? Живя, допустим, в Харькове, Непре снимают, я знаю людей, снимают сторисы. Историю на видео, на мове, балакают. Тут же камера выключилась уже на русском. Вон шубки, спрашивали, где. Вот новый центр, там вывеска шубы стоит. Нормальные шубы. Взвесили шубу мамину и норковую. Для разницы. Кило 800 и кило 530 или сколько. Норковая, кило 500 и мамина, кило 800. Вот вам разница. В 300 грамм. Такожите, ой, она каракуль, она впадет под той шубой. Уже не тот каракуль, ребята. Это нормальный магазин. Выбираешь модель, тебе твой размер подгонит. Вы что, хотели, чтобы в войну производство строчило шубы на все размеры, на все дефекты человека? Сразу. А кто это будет потом покупать? Сейчас тяжело идет бизнес у людей. Любой бизнес идет тяжело. Тем более такой. Поэтому люди стараются и молодцы в том плане, что они по размеру. Любую модель выберешь, тебя за неделю, за 7-8 дней сшивают тебе шубу. Под тебя. А не которая на тебя села. Больше, меньше. Очень много, кстати, людей заказала. Вот так, чтобы и знали. Как вы не пытались там очернить мой поход в магазин и сам магазин. А люди посмотрели нормальные люди и поняли, что по цене и что это нормально сошьют. И заказали себе. Кто-то эко шубы, кто-то такие. И норку заказали. Даже из Казахстана люди заказали шубу здесь. Чтобы и знали. И ребята, руководитель магазина увидела видео, что я собираю на 2 тысячи. Он купили тоже. Они тоже занимаются и волонтерством, и шили, и штопали, и что только они делали. И плащ-палатки. И мне пишут, что если надо, там, может, плащ-палатки кому-то. Мы можем пошить и спальные мешки, и все. Как помощь просто. Молодцы. В наше время не воруют, набивают карманы, а пытаются помочь хоть каким-то образом. Все б так магазины делали, все б так рестораны делали, и все блогеры так делали. Как я. А то жабы и спиарятся на готовом контенте. И хер копейку дадут. Полный ютуб забит видео обо мне. Блогеры, бля. Я хочу сейчас пирог приготовить. Бля, вы догоните. Поэтому как выгляжу, ребята, так выгляжу. Я старею, это нормально. Было все на нашем непростом пути. Были слезы и улыбки, и так далее. Тем, кто прожил вместе больше тридцати, надо награждать медалями. Ах, как звенела гитарная струна, как за собой она звала. Что цвет волос твоих немножко выгорел, ах, ты когда-то клялся не стареть. Ну что же, клятвы я не выполнил. Ну что же, клятвы я не выполнил, тум-бум. Было все на нашем непростом пути. Были слезы и улыбки, и так далее. Всем, кто прожил вместе больше тридцати, надо награждать медалями. Ах, как звенела гитарная струна. Ну тут такие, вышли студенты захищать русскую мову. Баба выступает в тек-теке. Не русскую мову вышли защищать, а ребята, которые защищают нашу страну. В том числе и мову, и ее культуру, и все. И ту же Фарион, и вас, жаб. Я не знаю, мне кажется, надо к уголовной ответственности привлекать тех, кто выставляет вот эти видео, как вот с мужиком, с таксистом, вот эти вот скандалы в магазинах, вот кто снимает и выставляет. К уголовной ответственности привлекать. К уголовной ответственности, потому что потом Россия все эти видео и покажет. А вот, как это не ущемление русского языка, а вот ущемление. А вот смотрите, мужика уволили после этого, уже на русском говорил. А вот смотрите, а вот смотрите, а вот смотрите. Вот к уголовной ответственности привлекать. Да, спасибо. Я быстро в порядке. Министерство магии запрещает. У меня быстро. Шаг в лево, шаг в право, нахуй, расстрел. Я б Сталин был. А я бессердечный, в этом смысле, мне кажется, я не жален. Гавкнула. Как мама. Ну и все. В стране война, они, блядь, взяли котях на зубы. Раньше, где вы были, патриоты, которые, когда на русском школы были все? У меня в районе все школы на русском. Ни хто ничего не казал. Ага, было все. Не на нашем, не проснулся. К уголовной ответственности. Все. Дайте человеку высказаться. Спасибо. Сейчас покажу. Сколько там на, на этом, на припале. Так, на припале, ребятки, смотрите. 200. Вот. Юля написала, цена по жгуту, по сичь, 770 гривен. Меньше не можно. А мы купили по 530 от производителя. Вот. 221 доллар на припале. И на. Ну, на банке. Сейчас я покажу, на купечении банка. 32,555. Вот. Я поставил 90 тысяч. Цель. Потому что я 52,5 потратил. Я их, как бы, ну, собираю тоже. Не могу такие суммы тратить каждый раз. Просто я заранее купил, чтобы не ссыкаться. Соберем, соберем, не соберем, не соберем. Нет лекарства. Ну, я надеюсь, что соберем. И плюс надо сверху купить лекарства. Это сколько остается? 38 или 36 тысяч. Может, доставку надо будет еще ходить. На бензины, на личные там расходы, что я поеду, я не собираю. Только на лекарства, на турникеты, на вот эти окклюзивные повязки. На ножницы там, что купили. Вот только на это. Спасибо. 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 Спасибо.